Привет, ребята, с вами Megabzor.com и сегодня героем нашего обзора будет смартфон Oukitel K7 Power. Это первый подробный обзор этого телефона в сети, надеюсь, он будет для вас интересен и полезен. Это упрощенная версия модели K7, отличием стало уменьшенный объем памяти и меньшее разрешение экрана. В момент публикации он уже доступен, традиционным каналом выступает Gearbest, ссылка в описании к этому видео. Комплект включает зарядное устройство с быстрой зарядкой, кабель USB, переходник USB, скрепку для лотка, прозрачный силиконовый чехол, а также документации. Oukitel K7 Power заметно отличается от большинства актуальных моделей. Брутальный и массивный корпус, его центральная часть представляет собой эко-кожу. По краям прорезиненный кант, в конструкции используются элементы из металла. Жесткость у корпуса высокая, отдельные элементы плотно подогнаны друг к другу. Официально для него не заявлены защита от воды и падений. На нижнем торце microUSB, по краям от него решетка динамика и основного микрофона, динамик тут громкий. Справа кнопки включения и регулировки громкости, с аккуратным золотистым кантом по периметру. Зафиксированы в корпусе, хорошо не люфтят. Есть также простая черная версия. С противоположной стороны спарен лоток по 2 сим. Один из лотов можно будет задействовать для установки карты памяти. Сохранен аудиоразъем, позволяющий подключить проводные наушники. На лицевой стороне, сверху и снизу золотистые вставки. Лицевая сторона Oukitel K7 Power защищает стекло. По краям аккуратный кант. Набор элементов классический. Сверху разговорная решетка динамика, объектив фронтальной камеры, датчики приближения и освещения. Толщина у смартфона составляет 14,5 мм. Вес 302 грамма. Управлять смартфоном одной рукой будет проблематично. Это, думаю, заметно и по видео. В верхней части крышки блок камеры, он визуально отделен от основной части. Два объектива и светодиодная вспышка. Ниже зона сканера отпечатка пальца. Определяет и разблокирует быстро. В памяти можно хранить несколько пальцев. В комплекте с смартфоном идет прозрачный силиконовый чехол. Установлен 6-дюймовый дисплей с разрешением 720 на 1440 пикселей. Соотношение сторон 18-9. Это S-IPS матрица с широкими углами обзора. Подсветка равномерна по всей площади. Поддержка, адаптивная регулировка. Визуально-цветовой баланс смещен в холодные тона. Сенсорный слой Oukitel K7 Power распознает до 5 одновременных касаний. Используется платформой Mediatek 6750-T. Восьмиядерный процессор с группами Cortex-A53. Графика Mali-T860 MP2. На борту 2 ГБ оперативной и 16 ГБ внутренней памяти. Проблем с работой приложений, браузера и клиентов в санкетах не было. Можно даже, кстати, поиграть в PUBG на низких на сроке графики. Работает в LTE диапазоне. Wi-Fi модуль с двумя диапазонами. 2,4 и 5. Bluetooth 4.1. Навигационная система использует сигналы GPS и GLONASS. За автономную работу отвечает батарейка с емкостью 10 000 мАч. Ее хватает в обычном сценарии на 2-3 дня работы. 14,5 часов постоянно работающим экраном на максимальном уровне яркости. Поддерживается быстрая зарядка, восстанавливающая заряд за 3,5 часа. За первый час он будет восстановлен на первые 50%. Телефон можно будет использовать в качестве пауэрбанка. Основная камера Sony AMX214 с разрешением 13 Мп. Дополнено 2 Мп модулем. В приложении доступны режимы размытия, панорама и профессиональный. Предлагает традиционный набор настроек. Снимки при достаточном уровне освещения получаются хорошими. Напомню, что по ссылке находится текст и обзор. Там можно посмотреть снимки, а также видеозаписи, которые пишутся в разрешении Full HD. Как дневные, так и ночные. Качество съемки среднее. Фронтальная камера с разрешением 5 Мп. Сенсор GC5025. Есть опция украшения лица. Предустановлена операционная система Android 8.1 с чистым интерфейсом. В памяти отсутствуют китайские и сторонние приложения. За время тестирования было получено обновление, повышающее стабильность. Как итог, Oukitel K7 Power можно рассматривать и как основной смартфон, когда одним из главных приоритетов ставится время автономной работы. А также как дополнительный. Это своего рода продвинутый пауэрбанк с функцией полноценного смартфона. И, опять же, с хорошими характеристиками. Не устроить тут могут microUSB. Мы все-таки склоняемся к тому, что современные смартфоны должны оснащаться уже с USB Type-C. А также отсутствие NFC. Хотелось бы, конечно, и поддержку бесконтактных платежей. С удовольствием обсудим с вами Oukitel K7 Power в комментариях. Всем хорошей недели и пока-пока.